Всем хай! С вами Юджин, и мы продолжаем с вами играть в Вандертейл. Сейчас мы будем дособирать оставшиеся кусочки пазла. Надеюсь, скоро мы увидим какую-то содержательную концовку. Я не знаю, что мы увидим. В общем, будем следовать, будем идти и плыть по течению. Вперед! Продолжить! Ребят, давайте я сделаю это, я сделаю это ради вас, я пойду к Эндайн. Окей, мы пришли. Папирус стоит и этот манекен. Что? 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 Такова жизнь. Ага, а вот и человек. Ты готов позависать с Эндайн? У меня есть план, как сделать вас друзьями. Хотите позависать? Да, хотим. Хорошо, держись позади меня. Пссс. Обязательно дай ей это. Она их обожает. Косточка. Вау. Привет, Папирус. Готов к своей приватной тренировке один на один? Еще как готов. И я привел друга. Привет. Не думаю, что мы... Почему бы вам двум не войти? Какой-то мужской голос у меня получился в длине. Вот Эндайн, мой друг сделал подарок для тебя своими руками. Эм, спасибо. Я положу его к остальным. Итак, мы готовы начать? Апаньки, я только вспомнил. Мне нужно сходить в туалет. А вы двое развлекайтесь. Что это было так? А зачем ты сюда пришел? Чтобы ткнуть свои победы мне в лицо? Чтобы дальше меня унижать? Это так? Нет. Тогда почему ты здесь? Погоди, я поняла. Ты думаешь, что я стану дружить с тобой, да? Верно? С тобой никогда. Да. Правда? Как очаровательно. Я согласна. Давайте все будем кувыркаться в полях дружбы. Нет. С чего бы мне вообще сдружить с тобой? Если бы ты не был моим гостем, я бы избила тебя прямо сейчас. Ты враг всех наших надежд и мечтаний. Я никогда не стану твоим другом. А теперь проваливай из моего дома. Черт, какой позор. Мне казалось, вы с Энден можете подружиться. Но я думаю, что переоценил ее. Такой вызов не для нее. Вызов? Что? Папирус. Погоди секунду. Черт. Он думает, что я не смогу дружить с тобой. Ху-ху. Ху-ху. Вот это шутка. Как он ее ловко подковырнул. Я могу быть другом с таким придурком, как ты в любой день. Я покажу ему. Слушай, человек. Мы не просто будем друзьями. Мы будем лучшими друзьями. Я заставлю тебя любить меня так сильно, что ты не будешь думать больше ни о ком. Ху-ху-ху. Это идеальная месть. Почему бы тебе не присесть? Окей. Нет проблем. Сесть и продолжить? Конечно. Удобно? Я достану тебе что-нибудь попить. Ох, она мстит мне, а как мне плохо. А, нет. Только не попить. Только не вкусный напиток. Все здесь. Чего ты желаешь? Хей, не вставай. Ты гость. Сядь и наслаждайся этим. Хм, почему бы тебе просто не показать на то, что ты хочешь? Ты можешь использовать копье. Окей. Сахар нужен к чаю. Так. Айндайн? Мы можем ее убить. Нифига себе. Лимонад, светло-желтая жидкость. Горячий шоколад. Лимонад хочу. О, газировка. Хоть ты и указал на нее, ты не выглядишь очень счастливым. Я бы очень улыбчивый сейчас. Хе-хе. Это нормально. Я тоже думаю, что газировка противная. От нее гниют зубы. От нее гниет разум. От нее гниет твой боевой дух. А? Почему она у меня есть? Так. То есть мне нельзя? Что? Так. Собираешься кинуть копье туда? Так. Давайте чай туда. Ладно, горячий шоколад. Нет, я хочу чай. Чай. Ха. Скоро будет готово. Газировка. Она пьет. Вода закипит всего через минуту. Что-то в глазик попало у меня. Ха. 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 Хорошо, теперь все готово. Забавно, я мог убить ее прямо в ее доме. Я как понимаю, здесь очень много вариаций, да? Ну, концовок всяких различных. А, фак. Что-то в глаз попало. Вот так вот. Маленькая такая кружечка. Осторожно, он горячий. Ты такая милая, Эндайн. Мне так плохо, ты так мстишь классно. Он не настолько горячий. Просто выпей его уже. Вы сделали глоток чая. Это кипяток. Несмотря на это, очень вкусно. Вкусно, так ведь? Все лучшее для моего абсолютно драгоценного друга. Эй. Знаешь, немного странно, что ты выбрал этот чай. Чай золотого цветка. Это любимый чай Асгора. Хотя, если подумать, в каком-то роде ты напоминаешь мне о нем. Вы оба такие придурки. Отчасти. Ты знаешь, я была вполне вспыльчивым ребенком. Когда-то, чтобы доказать свою силу, я попыталась сразить Асгора. Акцент напыталась. Я даже удар нанести не смогла. Я, между прочим, его отмочил недавно. И что еще хуже, все это время он не сопротивлялся. Я была так унижена. После этого он изменился и сказал кое-что дурацкое. Прошу прощения, ты хочешь знать, как победить меня? Я сказала, да. И с тех пор он тренировал меня. В один день, во время тренировки, я наконец могла сбить его с ног. Я чувствовала себя хреновым. Но он весь сиял. Никогда не видела, чтобы кто-то гордился тем, что ему надрали задницу. Ну, короче, он продолжал тренировать меня. И теперь я глава королевской стражи. Поэтому именно я учу всяких чайников драться. Как, эм, папирус. Но, эм, если честно, не знаю, смогу. Смогу ли я сделать папируса частью королевской стражи? Не говори ему, что я так сказала. Он просто, ну... В смысле, он не такой уж и слабый. Вообще-то он офигительно сильный. Просто он... Он слишком невинный и хороший. Ну, просто глянь. Он должен был взять тебя в плен. А вместо этого, в итоге, он с тобой подружился. Я бы никогда не отправила его сражаться. Его разорвут на маленькие улыбающиеся кусочки. Это часть причины, почему я начала учить его готовить. Понимаешь? Так что, эм, может... Он сможет заняться чем-нибудь другим? Оу, извини. Я говорила так долго. У тебя кончился чай, не так ли? Я сделаю еще. Что? Что? Секундочку. Папирус. Его урок кулинарии. Он должен был быть здесь прямо сейчас. И если его здесь нет, значит тебе придется отдуваться за него. Верно. Ничто так не сближает меня и папирусы как готов. Это означает, что если я дам тебе урок, мы станем настолько близки, что ты не можешь себе даже представить. Страшно. Мы станем лучшими друзьями. Окей. Это все очень странно. Да, прям хватай меня за волосы. Мне не больно. Давай начнем с соуса. Представь, что эти овощи твои заклятые враги. Сейчас мы без них дули своими кулаками. Как вы ударите? Сильно. Легонько. Легонько. Вы нежно гладите овощи. О боже мой! Прекрати гладить врага! Я покажу тебе, как это делается. Не! Соус готов. Мы просто наскребем его в миску попозже. Ну а сейчас... У меня что, всегда в потолке лежит? Мы добавим лапши. Домашняя лапша самая лучшая. Но я просто покупаю в магазине. Так дешевле всего. Это как-то звучит, как будто бы папиру смеяться. Уф, просто положи ее в кастрюлю. Как вы ее положите? Свирепо, аккуратно. Вы выкладываете макаронины по одной за раз. Это очень мерзко. Они со звоном ударяются по пустое дно. Здорово! Отлично! Настало время перемешивать пасту. Главное правило. Чем больше мешаешь, тем лучше. Готов? Давай начнем. Нажмите С, чтобы размешать. Сильней! 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 Ах! Ах! Зай сюда! Хухуху! Вот это я понимаю. Отлично. Теперь заключительный этап. Прибавь жару. Пусть плита символизирует твою страсть. Пусть твои надежды и мечты превратятся в пламенный огонь. Готов? Не держи ничего в себе. Держите право, чтобы включить плиту. Хорошо. Включил. Горячаем! Горячаем! Горячаем, черт возьми! Горячаем! Ох! Дай сюда! Что? Я кручу, не могу. Видишь? Вот так! Ты... Ох! Чувак! Неудивительно, что папирус отстойно готовит. Что дальше? Скраб... Букинг? Браслеты дружбы? Хм... Эх, кого я обманываю? Я правда все испортил, не так ли? Я не могу заставить тебя любить меня, человек. Некоторым просто не дано владеть друг с другом. Я пойму, если ты такого же мнения обо мне. И если мы не можем стать друзьями, все в порядке. Потому что, если мы не друзья, это значит я могу уничтожить тебя без всякого сожаления. Я была повержена, мой дом разрушен. Я даже не смогла подружиться. Вот и все. Мне все равно, что-то ты все еще мой гость. Последняя битва, которая решит все. Только так я смогу восстановить свою честь. Ну давай, бей меня всем чем можешь. Ура! Пощудить. Покажи мне, что ты умеешь. Делай, что хочешь. В чем дело? Испугал? Вся. Я не дочитал. Какого черта остановился? Давай уже. Буду сжать пощаду. О, становится жарко. А? Давай же, ну. Давай же. Не, не могу. Ничего не происходит. Видимо, мы не можем. Ладно, еще пару раз. Окей, хорошо. Давайте. Ударить понарошку. Вы сделали вид, что замахиваетесь на Undyne со всей силы. Ой. Чего? И это все? Что ты можешь? Даже атакую в полную силу? Ты просто не можешь набраться решимости ранить меня, да? Эх, знаешь что? Я правда не хочу драться с тобой больше. Поначалу, я ненавидела твою тупую слащавость, но... То, как ты меня сейчас ударил, это... Напомнил мне кое-кого скинь, я тренировалась. Теперь я знаю, ты не просто бесхребетный лузер. Ты бесхребетный лузер с большим сердцем. Совсем как он. Послушай, человек. Похоже, что вам со Сгором суждено сразиться. Но зная его... Он, наверное, не захочет. Поговори с ним. Я уверена, ты сможешь убить его, отпустить тебя домой. Когда-нибудь какой-нибудь плохой человек упадет сюда. И я заберу его душу взамен. Вот и все, верно? Ох, но если ты навредишь Асгору, я возьму человеческие души, перейду в барьер и выбью из тебя всю дурь. Для этого друзья и нужны так. А теперь сваливаем к чертям из этого пожарища. Что ж, было весело, да? Надо будет потусить вместе как-нибудь еще раз. Но, эм, наверное, в другом месте. В ближайшее время, думаю, я буду тусить с Папирусом. Если понадоблюсь, приезжай в Снежний Град, окей? Ой, и если понадобится помощь, просто позвони Папирусу. Раз уж мы в одном и том же месте, я тоже смогу поговорить. Что ж, увидимся, малой. Ой, подожди. Внезапно, но не могу бы, не мог бы. Эй, стоп, твой инвентарь заполнен. Эм, ну, я буду у Папируса. Забегай в гости, когда у тебя будет меньше вещей. Похоже, теперь здесь живет только огонь. Вы чувствуете успокаивающую безмятежность? Вы полны решимости. Сохраните. Мне что, гнать в Снежний Град? А вот и мы. Как дела? Хм, итак, у меня есть к тебе просьба. Ах, мне, мне нужно, чтобы ты доставил это письмо. Доктор Альфис. А? Почему я не сделала это сама? Эм, ну... Это, типа, личное, но мы друзья, так что... Я расскажу тебе. Жаркоземья, отстой! У меня нет желания тащиться туда. Так что пойдешь ты. Вы получили письмо, Айндайн. О, и если ты прочтешь его, я убью тебя. Большое спасибо, ты лучший. Айндайн пишет кучу письм, но она никак не может подобрать нужные слова. И как только она собирается отправить письмо, она всегда возвращается назад и переписывает. Поэтому она попросила тебя. Потому что у тебя нет стандартов. И, видимо, теперь мне нужно направиться в жаркоземье. Идти довольно-таки долго. У двери нет места под почту. Просунуть письмо под дверь? Нет. Вы решили сохранить письмо теплым немного дольше. Стоп. Нам нужно как-то пробраться к ней. Может быть, позвонить ей? Телефон? Оу. У меня нет ее телефона. Что ж, я думаю, у нас нет выбора. Мы должны просунуть письмо. Потому что я не знаю, где Альфис. Вы просунули письмо, под дверь и постучали. О, нет. Это что, еще одно письмо? Я не хочу открывать его. Не могу ли я просто просунуть его обратно? Нет. Я не могу продолжать так поступать. Я прочту его. Что-то вроде сильно запечатано, да? Погоди секунду. Ах, ты здесь оказывается. Эй, если это какая-то шутка, то... О мой бог. Это ты написал это письмо? Оно не подписано, так что я не имею понятия, кто бы мог... О боже. О нет. Это мило. И я даже не думал, что ты... Пишешь так. И это удивительно. После всего того, что я натворила. Я действительно не заслуживаю прощения. Тем более... Такого... А еще с такой страстью... А знаешь что? Ладно. Сделаю это. Это меньшее, что я могу сделать для тебя. Да. Давай, пойдем на сви... Свидание начато. Да что это такое? Какие-то тут все бисексуальные отношения постоянно. А, извини, я все еще одеваюсь. Как я выгляжу? Мой друг помог мне подобрать это платье. Он... Она знает в этом толк. Эм... Ладно, давай сделаем это. Свидание. Начинается. Эй, погоди. На самом деле, мы все еще не можем начать... Почему я просто не могу сказать что-то? Не я писал письмо, не понимаю. Свидание... Останавлив... Останавливается? Эм... Сперва я должна дать тебе что-нибудь, чтобы повысить статистику твоей любви. Это увеличит вероятность благополучного исхода нашего свидания. Верно? В любом случае, не беспокойся. Я подготовилась. Я подготовила подарки и в надежде на такое свидание. Первое... Первое у меня есть... Полироль для металлической брони. Эм... Возможно, ты не сможешь использовать это. Но... Я еще принесла водонепроницаемый крем для твоей чешуи. Твоей, эм... Чешуи. Эм... Ну, тогда как насчет этого ремонтного набора для магического копья, что я... Эй... Давай забудем об этих вещах. Давай просто начнем свидание. Свидание начинается! Да, давай. Эм... Начнем свидание. А... Тебе... Нравится... Аниме? Да. Эй, мне тоже... Я... Ладно. Случайно нажал. Не подумав. Надо аккуратнее жать на Enter. Эй, пошли сходим куда-нибудь. Но где здесь есть хорошее место для свиданий? Я знаю... Я знаю! Пойдем на мусорную свалку. Вот мы здесь. Мы с Айн Дайн все время сюда ходим. Мы нашли здесь много классных вещей. Эх... Она правда... Эм... О нет. Это же она. Я не могу позволить ей увидеть меня на свидании с тобой. Почему? Ну, потому что... Эм... Ну... О нет, она идет сюда. Эй! Вот ты где. Я... Осознала, что если ты доставишь эту вещь, это может быть плохой идеей. Так что я сама собираюсь сделать это. Отдай его мне. А? У тебя его нет? Ааа! По крайней мере, ты видел ее? Да. Да? Значит, она где-то здесь? Спасибо. Я продолжу искать. Очевидно. Почему все это... О боже. Ну, я думаю, это очевидно, что... Да? Я... Она и вправду мне нравится. Я имею ввиду больше, чем мне нравится с... Прости меня. Я просто решила, что... Было весело пойти на такое милое, как бы... При... Притворное свидание с тобой. Чтобы ты почувствовал себя лучше. Но это звучит даже хуже, если это так преподнести. Прости, я снова облажался. Эндайн Таски. Эндайн Таски. Я правда хочу пойти на свидание. Но я думаю, она не из моей лиги. Не то, чтобы ты не... Эм... Крут. Но... Эндайн. Она такая уверенная в себе. И сильная, и веселая. А я... Я просто никто. Угунь я. Я королевская ученая, но... Все, что я делала, только вредила людям. И я говорила ей так много лжи, наверное. Она думает, что я... Она думает, что я намного круче, чем на самом деле. Если мы сблизимся, то она... Она узнает правду обо мне. Что мне нужно сделать? Сказать ей правду. Правду? Ну... Но если я скажу ей правду, она позненавидит меня. Разве лучше этот вариант? Жить во лжи, где оба счастливы. А не в правде, где несчастлив никто. Они говорят, будь собой. Но я правда не хочу быть мной. Я лучше буду делать то, что... Заставляет людей любить меня. Хе-хе. Нет. Ты прав. Каждый день я боюсь. Боюсь, что может произойти, если люди узнают правду самостоятельно. Они все горчатся из-за меня. Но как мне сказать айн-дайн правду? Я не уверена. Я все испорчу. Как я смогу подобрать нужные слова? Давай обыграем это. Очевидно. Давай обыграем это. Давай обыграем это. О... Обыграть? Это звучит довольно-таки весело. Окей. Кто из нас будет айн-дайн? Я буду айн-дайн. Я нажал опять, не подумав. Ах. Да, очевидно. Хм. Привет, айн-дайн. Как твои дела сегодня? Привет, милашка. Хм. Все отлично. Ха. Ха-ха. Рад это слышать. Ух, ну... Я хочу... Сказать тебе кое о чем. Что же это, Альфис? Эм, видишь ли... Я... Я не была полностью честна с тобой. Видишь ли... Я... 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 Я хочу рассказать тебе о своих чувствах. Айн-дайн. Ты такая храбрая и... И сильная, и добрая. Ты всегда слушаешь, когда я говорю о гикерских вещах. Ты всегда делаешь так, чтобы я почувствовал себя особо. любишь говорить мне что ты несешь любую преграду на моем пути я не могу сдерживать это еще больше я больше я сейчас сказала я была просто его подожди секунду твой наряд очень милый по какому поводу погоди к секунду вы двое на свидание да то есть нет я думаю мы были но я имею виду на самом деле мы только отыгрывали романтическую встречу с тобой что я имею виду я имею виду я я брала тебе о чем обо всем я говорил тебе что те водоросли представляли научную важность на самом деле я просто использовал их чтобы сделать мороженое эти книги по человеческой история просто просто глупый фильмы по истории они они просто они неправдивы и все те разные разы когда я говорю тебе по телефону что я работаю я просто ела за мороженый йогурт сидя в свое время я я лишь хотела произвести на тебя впечатление я лишь хотела чтобы ты думал что я умна умная и клёво что я не какая-то глупая неудачница альфис айн-дэн я я правда думаю что ты крутая айфис я тоже думаю что ты крутая правда но ты должна понять большинство из того что ты сказала правда не имеет значения для меня мне все равно смотришь ли ты детские мультики или читаешь исторические книги для меня все это просто гиковский хлам что я и люблю в тебе так это твою увлеченность ты аналитично все равно чтобы это не было и погружаешься на сто процентов и со всей силы так что тебе нет необходимости лгать я не хочу чтобы ты врала кому-нибудь еще когда-либо альфис я хочу помочь тебе стать счастливой с тем как это есть и я знаю что тренировка сделает свое дело айдань ты собираешься тренировать меня что я боже мой не я заставлю папируса сделать это пора костям костями потрясти пора пробежать сто кругов крича и какие мы великолепные готовы я уже включила таймер я выложусь по полной а боже она же шутила верно эти мультфильмы эти комиксы ниже все еще правдивы верно они меня врет верно а не правдивы я знала огромные мечи и магические принцессы я иду а спасибо что позаботился об альфис я не говорила что я этого хочу но все складывается для нее как можно лучше ну я пошла наверстывать упущенное увидимся опять я здесь почему я здесь снова а мы же на свалке да я у меня есть такая мысль сейчас стоп секунду я прежде чем отвечу я скажу но тут очевидно однополые отношения причем там те два рыцаря были и так далее и папирус ко мне кадрился ну ладно будем считать что это все странно я понимаю в этом мире современном нужно быть мега толерантом и так далее я в принципе я толерант и не пофигу пусть кто хочет и делает чё хочет но я не понимаю смысл вот здесь это демонстрировать для чего вот с какой целью то есть очевидно что можно было просто обойтись без этого и делать других персонажей правильно персонажей разнополых чтобы было все чики-пики как надо и так далее зачем зачем такой сильный акцент на этом и причем речь идет только об однополых отношениях и только единстве асгорс стрелили они вместе вот а остальное я не понимаю этого я опять же игорь я каждый пусть как хочет так и живет это все окей но необходимость демонстрировать это я не понимаю поэтому я не хочу сказать что мне это нравится в этой игре хорошо приветик разве это не мой дорогой друг который верит мне это по первым твой обоюдный друг альфис и я рано закончили тренироваться очень рано так что я отправил ее домой очень домой и теперь я чувствую себя полным сил без особой причины ты должен сходить туда ее лабораторию у меня хорошие предчувствия насчет этого до встречи окей мы зашли в лабораторию что же здесь будет опи опа опа внимание внимание что это лифт теряет мощность электромагнитная связь электромагнитная связь дестабилизирована просто падает что это за фигня запись номер один пришло время время сделать то о чем король просил меня я создам силу чтобы освободить нас всех я выпущу силу души запись номер два барьер закрыт с помощью силы души к счастью эта сила не может быть создана искусственно сила душ может быть получена только от тех кто когда-то жил поэтому чтобы получить больше силы душ нам придется использовать что есть души монстров запись номер три но для извлечения души из живого монстра потребовалась бы невероятная мощь это непрактично к тому же извлечение души подобным образом уничтожает носителя и в отличие от устойчивых душ людей души большинства монстров исчезают сразу после смерти если бы только я могла заставить душу монстра остаться запись номер пять я сделала это используя чертежи я извлекла это из человеческих душ я верю что это то что дает их душам силу существовать после смерти владельца воля к жизни намерение изменить судьбу изменясь назовем это решимостью какая-то маньяческая тема сохранить народ на этом мы с вами остановимся в этой лаборатории еще много тайн и мы их всех с вами откроем надеюсь я постараюсь по максимуму я ничего не понимаю абсолютно ничего и надеюсь что я что-то смогу понять когда все это пройду в общем огромное спасибо что смотрели лайкайте комментируйте увидимся очень с вами скоро ааа прям вот завтра буквально на этом мы с вами прощаемся с вами был юджин и давайте напоследок дадим друг другу петюлю вы готовы раз два три и пять аааа